Добрый день, дорогие друзья! Мы находимся в самом центре города Москвы, на проспекте Мира, в музей Садового кольца. И здесь сегодня проходит моя выставка, посвященная теме зимы. Выставка называется «Новогодняя сказка в зимнем лицу», и эти работы я готовила целый год. Работы посвящены зимним пейзажам. Мы вспоминаем здесь Валаам, мы вспоминаем здесь Кавказ и увидим разную зиму в разных ее состояниях. Можем где-то посмотреть рассвет, где-то закат, где-то ночь. Мне бы хотелось в своей выставке показать всю красоту русской природы, русской зимы. Самое сложное, наверное, было это понять вообще, какая зима, потому что в городах мы видим зиму совсем другую, мы видим ее более какой-то грустную, более серую. А мне хотелось в своей выставке показать, что зима, она свежая, она яркая, она несет в себе радость. И мои пейзажи, я надеюсь, они донесли эту идею, идею того, что зима бывает многообразной. Я беру в своей работе тему Влаама. Влаам близок мне, мне близки его скиты, близка его природа. И здесь я хотела бы показать, как чудесна природа, как необычна она зимой. Мы увидим сосны, мы увидим вековые деревья, мы увидим монахов, мы увидим скиты. Я бы хотела, чтобы влаамская природа стала чуть ближе к нашему зрителю, к московским зрителям, которые приходят здесь сюда на выставку. Мы увидим ладогу зимой, увидим мороз, увидим вечер. И самое главное, мне хотелось передать душу Влаама, вот его спокойствие, его миротворение и его молитву. Мы знаем, что на Влааме есть монастырь, огромный Влаамский монастырь, и днем и ночью там идут молитвы. Мне хотелось показать, что все, вся природа пронизана молитвенным духом, и молитва как бы витает и в воздухе. Вот надеюсь, что в зимних пейзажах это тоже у меня получилось. На выставке также кристально работаю, посвященной Адыгеи. Я вспоминаю здесь свою поездку зимой в Адыгею, и я вспоминаю те пейзажи, которые я видела. Мы можем увидеть Лаганаки, мы можем увидеть виды кавказских гор, посмотреть, насколько снежные бывают вершины Кавказа. Для меня, например, было удивление о том, какой Кавказ на самом деле красивый, какие красивые горы. И мне хотелось тоже запечатлеть вот эти пейзажи здесь, показать вам их. Также я хочу отметить, что Кавказ настолько многообразен, настолько там разные виды, что каждый раз даже дух захватывает от их красоты. Мы находимся около самой любимой мной работы, той работы, которую я делала в течение нескольких месяцев. Это мозаичная работа Дивеевского скита. Здесь мы видим разную технику. Здесь использована и смальта, и галька, и кусочки стекла, и даже перламутр. Я хотела, чтобы было ощущение от картины, как будто морозное утро, как будто бы идет снежок, как будто бы вся природа оделась в белые шубки. И храм сам, как будто бы чудо вот в этом зимнем лесу. Конечно, перламутр, он здесь сыграл такую роль, он принимает свет, отражает свет и дает вот этот блеск, который, мне кажется, наиболее близок к морозу, близок к снегу. И, на мой взгляд, мне кажется, что мне удалось передать именно морозное состояние природы. Изначально я не знала, как у меня получится эта картина. Я кусочку складывала вот эту ель, и потихоньку я вдруг увидела, что у меня вырисовывается и лес, и снег, и даже получается какое-то состояние именно тишины зимней. Еле с левой стороны уже были сделаны панаитию. Но я очень рада тому, какой результат получился. Мне кажется, это одна из красивейших работ на этой выставке. Всего несколько работ представлены в технике мозаика. Где-то у нас используется стекло, смальто, как я уже говорила. Но эта работа сделана из мрамора. Тут разной породы мрамор, который складывался вместе, и получилось вот такое зимнее утро. Мне хотелось показать именно, как восходит солнце. Эта техника достаточно сложная. Получается, что ты сначала кладешь цемент, замешиваешь этот цемент, кладешь каждый камушек. Эти камушки должны так друг с другом совпасть, должны вырисовать рисунок, сделать живописные мазки. И художник, который делает мозаику, он до конца, наверное, не все может предугадать, какая работа будет в итоге. Мрамор очень мягкий материал, он фактурный, и он передает как нельзя лучше снежность. Прямо чувствуем мягкость снега, его пушистость. И мне кажется, это благодаря как раз материалу, который использован в этой работе. Работы, которые представлены на выставке, не только сделаны в мозаичной технике. Большинство работ написаны акварелью. Акварель мягкая, легкая, как нельзя лучше передает состояние природы. И, конечно, это сложная техника, сложна она тем, что она непредсказуема, но тем, мне кажется, она и интереснее. И какая же новогодняя сказка в зимнем лесу без обитателей зимнего леса? У меня написаны акварели птиц, зимних птиц. Это снегирь, синичка, сорока. Они у меня написаны в лесу, в снегах. И показывают всю красоту зимней природы. Надеюсь, что с помощью этого видео вы также посмотрите мои работы, порадуетесь за то, что такое мероприятие состоялось. Состоялось открытие персональной выставки. И тоже вдохновитесь природой зимней России.